МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, однако за медпомощи ежедневно обращаются новые заболевшие. Динамику эпидситуации в регионе обсудили на заседании по борьбе с инфекцией. Его провел Владимир Владимиров. Губернатор обратил внимание на необходимость создания возможностей для увеличения охвата вакцинацией. Для повышения доступности процедуры планируют создать дополнительные прививочные пункты и мобильные бригады. Имеющихся запасов вакцины достаточно, чтобы полностью покрыть текущую потребность в препарате. В ближайшие две недели в регион поступит очередная партия. Владимиров вновь напомнил об исключительно добровольном порядке вакцинации. Нельзя дискриминировать по принципу наличия и отсутствия. А если у него противопоказания, он не может сделать эту прививку. И у него принципиально никогда эти тела не выработаны. Что тебе нам держать его все время за решеткой, что ли? Давайте, пожалуйста, мы однозначно от этого уйдем и максимально не будем это никогда поддерживать. В Невиномыске строят детский сад на улице Калинина. На школьные учреждения смогут посещать 225 детей. На территории объекта возведут собственную блочную котельную и прогулочные веранды для каждой группы. Территорию благоустроят и озеленят. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Увидеть процесс строительства здания можно в режиме онлайн на официальном сайте администрации города. В четырех населенных пунктах Арсгирского округа отремонтируют дороги. Работы пройдут в Арсгире, Родниковском, Каменной Балке и Серафимовском. В общей сложности специалисты приведут в порядок более 3,5 километров полотна. К реконструкции приступят, когда наступят благоприятные погодные условия. Завершить ремонт планируют к концу лета. Работы пройдут в рамках исполнения поручений главы региона, данных им в ходе прямой линии. В Новоалександровском округе на финишную прямую вышли работы по строительству водовода «Восточный». Этот объект позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением 8 населенных пунктов территории. Специалисты уже смонтировали и уложили более 32 километров труб, а также провели гидроиспытания участка. Там установили 57 колодцев и выполнили работы по рекультивации земель на месте строительства. Реализация масштабного проекта ведется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова